здравствуйте друзья уважаемые подписчики сегодня я решил сделать прививку улучшенная куплировка здесь у меня вот ветки имеются я принес это получается у нас весной и завернул пакет закопал небольшую яму вот такой глубиной и положил туда закрыл сверху почвой пленой и оставил сейчас у нас 2 мая сегодня решил сделать прививку как мы это будем делать у нас такая тонкая дерево можно сказать для прививки маленькая здесь лишние ветки не нужны убираем для чего не убираются чтобы движение отсюда прямо попадал у нас на то место где мы прививали вот аккуратно берем желательно должен быть острый нож и резать должны аккуратно и ровно так если правильно получилось можно чуть-чуть поправить сейчас нормально срез сделали здесь дальше ищем подходящий во-первых подходящую почку здесь хорошую почку и размер должен совпадать с этим желательно если не совпадает размер примерно у нас привычное место толстая а на ветке здесь где почка имеется тонкая то в этом случае нужно более подходящий подогнать и желательно с одной стороны хотя бы ровно должно быть с другой стороны если не ровно не будет тоже особо ничего никакой роль не играет но желательно хотя бы с одной стороны ровно должно быть если есть оба одинаковые подходящие это очень замечательно мы возьмем примерно более подходящий найдем здесь почки одинаковые сейчас возьмем делаем вот здесь ну чего-то не должно быть ровно и сейчас посмотрим может это западе этот как раз ровно и совпадает с ним одинаковые размеры здесь тоже почка неплохая нормальная почка дальше что мы берем отсюда ну смотрим да здесь вылез какой у нас и должен быть одинаковым вот так вот я выпадаю вот оба конца должны с ними западать вот этот конец с этим этот конец с этим должны западать они совпадают дальше что мы делаем аккуратно берем вот здесь смотрим цивина внутри здесь внутри имеется цивина когда мы делаем вырез здесь она может отломаться за это чтобы этого не было берем аккуратно снизу подложим палец и аккуратно вот так проходим вот небольшой вырез сделали вот это у нас вырез если вы видите все это оставляем вот это у нас получается где вырез желательно пальцем не трогать потому что это как бы ну может заражение какое-то быть все это желательно пальцем не трогать дальше здесь тоже самое снизу подложим палец и с верхней стороны вниз делаем разрез и древесины не писать аккуратно вот у нас здесь с этим не заканчивалась отсюда по древесине ровно я сделаю разрез дальше этот конец где пучка у нас имеется берем аккуратно тоже делаем вот сделали здесь желательно такую высоту не оставлять его уменьшаем вот уменьшили сейчас что мы делаем берем воду смачиваем немножко смачиваем вот немножко смачили его чтоб они хорошо сошлись вот здесь видите мы здесь то что сделали вырез и здесь мы не делали будет вот и они должны так заходить тот вырез где находится вот эта часть должна проходить по этой части поэтому flies и желателя надо живать обязательно даже чтобы края совпадали здесь края и здесь края суска падали и вот эта часть точка и вот эта точка с ним тоже совпадали обязательно должно быть так сейчас аккуратненько чуть-чуть все стал маленьким берем еще ниже делай здесь чуть-чуть ниже делай здесь сейчас посмотрим вот края ровные края здесь ровные здесь вот совпадает и с этой стороны тоже западает дальше что мы делаем берем изоленту изоленту порезали на две части чтобы затягивать было легче небольшой кусок изоленты берем и начинаем снизу сперва один круг делаем такой затягиваем сильно желательно затягивать сильно чтоб они сращались хорошо мы нормально затянули его сильно кроме этого для полную уверенности для полного сращения чтобы она хорошо сращалась можно и так оставить мы еще сверху проводим этот затягиваем шпагатом тоже чтобы они хорошо сращались так начинаем снизу иду наверх сильно затягиваем чем сильнее мы затягиваем тем сильнее она будет сращаться вот здесь делаем узелок вот сделаем узелок все это готово дальше у нас здесь имеется порезанная часть берем садовый вар и вот эту часть закрываем садовым варом чтобы сок наверх не выходило и заражения не было все небольшим слоем закрыли мы его дальше вот у нас имеется такая палка и бумага такая белая сторона вверх делаем вверх делаем такой улон вот эта библина и шпагатом затягиваем это чест Вот она выглядит мазка. Идём ножиком утаскиваем палку, эту часть тоже чуть-чуть размягчить надо, открываем, сверху так аккуратно ставим так, собираем что-то и тут тоже привязываем. Крепко привяжем, если вдруг ветер будет, чтоб не полетело оно у нас. Всё, эта прививка должна уже 100% выжить. А для чего мы его закрыли? Вдруг у нас будут возвратные морозы, чтоб эта почка от мороза не высохла, чтоб нагрузки на него не было. Когда уже полностью подтекление пойдёт, уже летом в конце мая где-то, можно будет полностью его снять и оставить. Тогда уже возвратных морозов не будет. Всё, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки.